Субтитры сделал DimaTorzok Почему полиция то, почему полиция села в США И я хочу разъяснить один простой факт В США нет понятия общая полиция Здесь есть правоохранительные органы И очень часто они принадлежат данному муниципалитету Или данному графству, или данному штату То есть это совершенно разные агентства И у них свои правила Свои подходы Своя форма, своя одежда, свое оружие На выбор Своё место, где у них есть юрисдикция То есть где они, реально говоря, являются полицией И вот об этом будет разговор Как бы, что такое полиция США Мы начнём с того, что полиция в США начинается от города То есть это полиция определенного города Вот, к примеру, город Нью-Йорк Одна из самых больших С точки зрения полиции групп людей Тут реально, говоря, армия полиции Вы понимаете, что в городе Нью-Йорке Хоть это и не маленький город Сравнительно Почти 50 тысяч человек работает Бюджет почти 5 миллиардов долларов Это полиция одного города Города Нью-Йорк Да, конечно, у них с оружием из них ходят не все Там 34 с чем-то тысячи 5 тысяч там работают в школах Из этих полицейских Ну и так далее Разнообразные секции подраздела Как вы понимаете, народу много И много чего не делают То есть, как говорится, чем хуже законы Для работников Тем больше там полиция требуется Потому что Преступряние-то будет больше То есть, если люди живут хуже То полиция там больше К примеру, соотношение между Количеством людей и количеством полиции В городе вы сами можете посмотреть Плюс, конечно, это очень сильно зависит От бюджета самого города Даже если большой город и у него плохой бюджет То как бы с полицией у них тоже будет проблема Вот, к примеру, в Нью-Йорке считается 8,5 миллионов людей То есть, 50 тысяч полицейских на 8,5 миллионов людей Вот эта полиция Это городской полицейский отдел Что это значит? Это значит, что начальство у этого отдела Назначается Еще раз говорю Назначается Мэром города Это так называемая муниципальная полиция То есть, в каждом городе здесь Практически в каждом городе есть Муниципальная полиция Начальство которой отвечает начальству города Начальство города избранное Мэр выбирается Но этот мэр назначает Начальника полиции Ну и, соответственно, здесь Куча рангов и так далее Практически военные ранги По внешнему виду Называются, конечно, по-другому Ну так вот, первые Четыре верхнего уровня Это люди, которые назначаются Мэром Или тем, кто его назначает Скажем так А остальные идут Снизу вверх То есть, они, реально говоря, являются полицией Настоящими офицерами Верхние они считаются Обычными гражданскими Хоть и работают В полицейской структуре Но очень часто это те люди Которые пришли из полицейских офицеров Так что они все это Сохраняют Куча подразделов Даже смысла, наверное, рассказывать Чего-то только у них нету Это просто очень и очень надолго Всем, кому это интересно Может просто все это найти Там, где им это интересно Также одновременно существует Нью-Йоркский шериф Это тоже Полицейский Но они считаются главными Потому что шериф Избирается Обычно Но В данном случае Исключение из правил В Нью-Йорке Шериф тоже назначается Мэром города То есть вообще Шериф теоретически считается Выше, чем Начальник полиции города В большинстве мест Здесь В Нью-Йорке Все не как обычно То есть даже в этой ситуации Может быть Проблематично Но все равно Даже в данном случае Шериф считается Главным Гражданским Полицейским Города Нью-Йорка Хотя реально говоря У него работает Там 150 человек А не 50 тысяч Это все изменилось Просто именно Нью-Йорк такой Эх Что поделать Также Нельзя забывать Что есть еще И Я все еще про Нью-Йорк Есть городские Маршалы Которые тоже Назначаются Мэром На 5 лет Но это уже Другие Тоже Как бы Независимые Офицеры Не совсем полиция То есть оружием Они не бегают Они не работники Города Или так называемые Peace officers То есть Офицеры Мира То есть Они арестовывать Теоретически Никого Несколько я понимаю Не могут Но тоже Являются Полицией Есть еще Понятие Учитывая Что это Практически рядом Есть понятие Amtrak Police То есть Это полиция На железной дороге То есть Просто хочу рассказать Что полиция Может быть Не только города Не только Графства Но полиция Может быть Своя В аэропорту Полиция Может быть Своя В университете Полиция Может быть Своя У железных дорог Полиция Может быть Своя У Шоссе Но это Не всегда Это очень редко Обычно Полиция штата То есть Все зависит Кому они Отвечают Полиция штата Отвечает Губернатору Штата Полиция В данном случае Вот Amtrak Police Отвечает Соответственно На уровне Федеральных Властей Потому что Они пересекают Границы штатов То есть Эта полиция Принвижит Эта корпорация Которая Является Корпорацией На уровне Страны И Сравнительно Небольшая Полиция 500 человек Но Тоже Немало Вот К примеру Amtrak Приходит Нью-Йорк Но полиция Amtrak Центр Их Находится В Вашингтоне Ну это Федеральная Полиция Давайте Посмотрим Что такое Нью-Йорк State Полиция Это полиция Соответственно Штата Нью-Йорк И Юрисдикция У них На весь Штат То есть Там где они Имеют право Чего-то делать Там всего 4900 Полицейских То есть К примеру Вот смотрите Штат Нью-Йорк У самого Штата 5000 Полицейских Город Нью-Йорк У города 50000 Полицейских Это вот Просто показывает Что очень много Чего разного Здесь В стране И у них У всех Свои правила То есть Помните Я говорил Что у города Нью-Йорк У полиции Бюджет 5 миллиардов У Полиции Штата Бюджет 727 миллионов На 5000 Полицейских И получается Где-то Полторы тысячи Гражданских То есть В городе Нью-Йорк Там 35 тысяч Полицейских 15 тысяч Гражданских Работников В полицейском Агентстве Это вот К примеру То есть Они работают Всюду И у них Соответственно Много чего Могут делать Вот это вот Вариант И у них У всех Свои правила У них У всех Своя форма У них У всех Своё оборудование Нет такого Понятия Общее Что-то Да Конечно Скорее Всего Что-нибудь Общее Есть Просто Для того Чтобы Было Удобнее Например То же самое Оружие Они Выбирают Сами И у них Свои Радио И всё Они выбирают Каждый отдел Выбирает То что Им Удобно Вот это Вот Например Нью-Йорк Давайте Посмотрим На другой Вариант Лос-Анджелес Это мы Теперь Уже Перейдем На другое Побережье США Западное С восточного Один из Крупнейших Городов Где 4 миллиона Человек Здесь Есть Полицейский Отдел Тоже Как в Нью-Йорке Но Он Соответственно Гораздо Меньше Нью-Йорк Это самый Большой Потом Чикаго Потом Лос-Анджелес Здесь Соответственно Ну Можно сказать 10 тысяч Полицейских И 2700 Гражданских Работников Бюджет Полтора Миллиарда И Очень старый Отдел 148 Человек И у них Соответственно Работа Как вы понимаете Лос-Анджелес То есть На 4 Миллиона Человек Не забывайте 4 миллиона Человек Здесь 9 с половиной Тысяч Полицейских В Нью-Йорке На 8 миллионов 35 тысяч Очень странно Да Интересно Почему И бюджет В 5 раз Больше Но Еще одна вещь Хочу сказать Что в Лос-Анджелесе Есть еще Шериф В котором Еще 17 тысяч Человек То есть В сумме Получается Что полицейских У них На вообще Это графство В котором Проживает 10 миллионов Человек Полицейских Получается На уровне Сколько Ну еще раз Напоминаю Что здесь Ну возьмем Так 17 тысяч 17,5 тысяч Работников Не только Полицейских И Здесь Еще 12 тысяч То есть 29 тысяч Полицейских Работников С общим Бюджетом Полтора миллиарда И 3 миллиарда То есть Получается 4,5 Миллиарда Долларов Но Уже На 10 с лишним Миллионов Человек То есть На 3 миллиона Больше Чем Нью-Йорк Но и Все равно Получается Бюджет Сравним Там 5 миллиардов Но Полицейских Здесь Гораздо Меньше Плюс Я не звываю Те же Это не только Город Это еще Целое Графство Где Сам город Является Только Сомнительной Маленькой Частью Это Самый Большой Шерильский Отдел США Л.А. Лос-Анджелес Каунти Шерильф Департмент И Четвертое По размеру Полицейские Агентства Как раз После Остальных Всех Полиций Плюс У них Куча Волонтеров 4 тысячи Дополнительно К этим Всем Считаем 10 тысяч Полицейских Шерифа Лос-Анджелес И 10 тысяч Полицейских В самом Городе То есть Реально Говоря В городе Может быть 20 тысяч Полицейских На 8 миллионов Человек На 4 миллиона Человек А в Графстве Получается Меньше Получается Вот те самые 10 тысяч Человек На 10 миллионов То есть Все равно Полицейских В Нью-Йорке Получается Слишком много С моей точки зрения То есть Какие-то там Причины Для этого Должны быть Не знаю Почему Но 35 тысяч При том Что народу Меньше Чем Здесь Какие Причины Не знаю Но смотрите Здесь Получается 4,5 миллиарда Долларов На 20 тысяч Полицейских А там 5 миллиардов Долларов На 35 тысяч Полицейских То есть Наверное Еще зарабатывают Гораздо Меньше То есть Вместо того Чтобы иметь Более высоко Оплачиваемых Полицейских Там Скажем так Менее Хорошо Оплачиваем Полицейские Судя по всему Ну просто По бюджету Плюс Здесь конечно Очень много Полицейских Валей Валей И Школьных Полицейских Не забывайте Что в школах Своя полиция Здесь 9 кампусов То есть 9 полицейских Университетских И ЛА СД Это Соответственно Очень И очень Много Дополнительных Полицейских Ну плюс Еще Есть Полицейские Как я сказал В аэропортах Это Своя полиция Реально говоря Давайте посмотрим Что это такое Ну так вот В аэропорту Там Работает Тысяча человек Из них 400 Полицейских Их 150 Люди Которые Не давали Притягу То есть Они Без оружия Скорее всего Носок Иед Если я правильно Понимаю То есть Это дополнительно Надо считать Во всех Больших Аэропортах Своя полиция Давайте Давайте Посмотрим Что такое Полиция Университета Я взял Университет В Калифорнии Это Одна Из Вариаций То есть Вот смотрите 11 разных Полицейских Отделов Но мы Сейчас Посмотрим Лос-Анджелес Чтобы не уходить Из того же Города То есть Там Еще 64 Полицейских Это Соответственно Полицейское Агентство Данного Университета Они Работают В этом Университете То есть К примеру Если что-то Происходит В Университете И Звонят 1911 То Приезжает Вот эта Полиция Если Там Что-то Более Серьезное Конечно Вполне Возможно Приедет Еще И Городская Еще Может быть И штата И кто Только Не приедет Но Для Обычных Звонков Для Обычных Вещей Здесь Своя Полиция Это Получается Университетская Полиция То есть Есть Понятие Как я Еще Рассказал Муниципальная Полиция Это Полиция Города Есть Шериф Который Обычная Полиция Графства Есть Так Называемая Университетская Полиция Это Вот Это Понятие Вот UCLA И В каждом Университете Своя Полиция Очень сильно Зависит От размера Университета То есть Например Смотрите Вот Есть Кампус Небольшой В городе Мерст Там Всего Восемь Полицейских Там Значит Больше Просто Не надо Все Очень сильно Зависит А Например Сан-Франциско Там Почти Двести Полицейских Все По-разному И у них У всех Свои Правила Эти все Являются Частью University of California Полиция Потому что Этот университет Имеет очень много Кампусов По всему штату Это так называемый Университет Государственный От штата И у них соответственно Одна полиция С многими Отделами То есть Вот это Еще один тип Полиции Плюс Есть Частная Полиция Частная Полиция Которая Работает На определенные Компании То есть У них Те же Требования К ним Или иногда Другие Требования Это очень Сильно Зависит От того Что это И где Это И Они Работают Внутри Этих Компаний То есть Они Могут Быть С оружием И Они являются Полицейскими Не охраной Они работают Как охрана Но они Также Являются Полицейскими В пределах Этой Компании Они Защищают Территорию Ну и Могут Арестовать На этой Территории Но потом Просто Передают Это Местной Полиции Обычной Потому что Тюрьм У них Своих Нет Скорее Всего Ну и Вот Примеры Есть В Вирджинии В Вашингтоне В Северной Каролине И так Далее То есть Например В Пенсильвании Была Полиция Для тех Кто работает В шахтах То есть Полиция Хоть и Принята На работу На уровне Штата Но работает Внутри Определенных Компания Компания Вот такие Вот варианты Ну и Конечно Одна из вещей Которые Не нельзя Забывать Еще раз Возьмем Есть понятие Полиция Штата Посмотрим Л.А. Полиция Не существует Есть понятие Калифорния Потому что Штат То не Л.А. А Калифорния И вот Они Реально Говорю Очень Маленькая Компания Была Круппа Было Сего 271 Человек Сейчас Их Как бы Погрузило То есть Они Объединились С Калифорнийским Highway Patrol То есть Патруль Патруль Шоссе Во многих местах Полиция Штата Называется Какой-то там Highway Patrol Ну так вот Вот эта полиция На уровне Штата И соответственно Здесь Работает 10,5 тысяч Человек Служит И у них Бюджет 2 миллиарда Долларов То есть Представьте себе Вот бюджет Калифорнии Только Если Посмотреть На вот эти Вот Несколько Разделов Полиции Просто Смотрим На Лос-Анджелес Полтора Миллиарда Долларов Город Лос-Анджелес Не забывайте Калифорнии Далеко Не один Город Лос-Анджелес Шериф Ну еще 3 миллиарда Уже 4,5 Лос-Анджелес Полицейское Агентство Для Аэропорта Бюджета У них Своего Я не знаю Тут Может быть И не говорят Потому что Слишком Маленький Может быть Тут Как бы Сложно Сказать Полиция Штата Еще 2 Миллиарда То есть Взяли Один Город Одно Графство И На уровне Штата И мы Получили На данный Мент 6,5 Миллиардов Долларов То есть Реально Говоря В Калифорнии Наверное Бюджет Полиции Всех Городов Плюс Штата Наверняка Выйдет За 10 Миллиардов Долларов И сколько Там будет Полицейских Сложно Сказать Вот это Штат Один Штат Я просто Специально Обсудил Это Штат Соответственно Калифорния Причем Вырвал Только Один Город И Одно Графство Там Там Будет Дополнительное Там Будет Какое Нибудь Агентство Исследования То есть Давайте Посмотрим Что Такое CBI California Bureau Of Investigation Если Есть Такое Понятие Вот То есть Это Еще Одно Полицейское Агентство В штате Калифорния Но отвечает В данном Случае Не губернатору И не мэру И не шерифу А отвечает Главному Не адвокату Главному Человеку По юридической Attorney General Слушайте С русским Не всегда Хорошо Но Как говорится Много Тут Кого Есть То есть Вот Еще 450 Специальных Агентов Которые Являются Полицейскими В этом Штате Есть Понятие Калифорнийский Отдел Закона Ну Еще 4700 Человек И Бюджет 750 Миллионов Это мы Все еще В Калифорнии Находимся Так что Здесь Много Чего Много Кого Есть Вот это Все На уровне Штата Еще раз Напоминаю Что Реально Говоря Все Это Здесь Каждый Штат Это Практически Отдельная Сторона Со Своими Правоохранительными Органами И Вообще Правоохранительные Органы Штатов Превышают Размеры Федеральных Правоохранительных Органов Которые Здесь Тоже Существуют И Мы Перейдем Туда Сейчас Наверное Как Минимум На Порядок Если Не Больше Я Последний Раз Читал Что В Америке Порядка 100 тысяч Федеральных Полицейских Или вообще Людей Работающих Федеральных Правоохранительных Органах И Больше Двух Миллионов Полицейских Которые Работают Отдельно То есть В Штатах В Городах В разных Агентствах Это Вот На тему Того Какие Являются Правоохранительные Органы В США Нету Здесь Центральной Полиции Кроме Федеральных Органов Они Занимаются Очень Прелевными Вещами Они Занимаются В основном Тем Что Выходят Либо За границы Страны Либо Переходят Через Границы Штатов Либо Просто Слишком Сложные Вещи То есть Есть Федеральные Правоохранительные Органы Кстати Я туда Один раз Пытался Устроиться Но Это Другая Совершенная Тема Не пошел Я туда Ну так Вот Есть Соответственно Разные Разделы Разные Агентства Их Много Вы Представляете Насколько Их Много То есть Есть Те Кто Занимается Лесами И парками Есть Те Кто Занимается Защитой Границ То есть Ну Пограничники В другом Слове Есть Те Кто Занимается Действительно Полицейскими Делами Есть Военная Полиция Есть Полиция Специальная Для Охраны Пентагона Кстати На тему Специальная Полиция Например В Вашингтоне Есть Полиция Дополнительная Есть Понятие Каптал Полиция То есть Есть Полиция Вашингтона Есть Понятие Каптал Полиция У нас Если Зайдете На Зело У нас Там В Вирджинии Недалеко Есть Знакомый Который Служит Но Это Другое Есть Полиция Даже У Почтового Офиса Своя Есть Как Вы понимаете Военная Полиция Во всех Разделах Войск Это Тоже Все Федеральные Законоохранительные Правоохранительные Органы В разных Вооруженных Силах Свои Например Есть Специальные Службы В отделе Энергетики Это Те Кто Охраняет Всякие Электрические Станции От Ядерных До Обычных Есть Своя Полиция В отделе Людей Которые Занимаются Здоровьем И Так Далее То есть Очень Много Разных Разных Вещей Пограничники Coast Guard Customs and Border Protection Это Соответственно Наземные Пограничники И Таможенники И там Подразделы Есть Иммиграционная Полиция Homeland Security Это Вообще Отдельный Практически Отдельное Агентство И У них У всех Разная Линейка Кто Куда Отвечает То есть Наиболее Большие Наиболее Известные Агентства Это ФБР Это Соответственно ДИЕ Которые Занимаются Алкоголем И Наркотиками АТФ Извиняюсь Алкоголем Табаком Оружием Занимается АТФ ДИЕ Занимается Наркотиками ФБР Это Расследование Серьезных Преступлений Почему У них Дополнительно Есть своя Полиция Внутри ФБР Есть Федеральное Агентство Тюрьм То есть У них Есть Своя Полиция Есть Маршалы Федеральные Маршалы То есть Вот Громадное Количество Федеральных Агентств Честно говоря Их Наплодилось Очень большое Количество Просто Громадное Количество По-моему Даже Гораздо Больше Чем Нужно Но Это Совершенно Другая Тема И Ее Обсуждать Не Хочу Ну Вот Просто К примеру Сколько Есть Разных Агентств Практически В любом Серьезном Государственном Агентстве Есть Своя Полиция То есть Например В ЦРУ Есть Своя Полиция У Дипломатов Есть Своя Вооруженная Группировка И так Далее Практически В каждом Серьезном Федеральном Агентстве Сейчас Есть Какая-то Вооруженная Группа Что Как вы Понимаете Обычным Людям Начинает Уже Надоедать Потому что Это значит Что они Берут на себя Права Правоохранительных Урованов Реально говоря Не имея Такого Права Ну вот И вот Вкратце О Разных Уровнях Полиции Конечно Конечно Еще За пределами Федеральной Полиции Есть Еще Международная Полиция Это Интерпол И да Они сотрудничают По-моему Со всеми Странами Мира Как мне кажется Но На эту Тему Это уже Выходит За предел Уровня США И Получается Вот так Вот К примеру В тех же Самых Цифрах Сейчас На 2004 Год 105 тысяч Человек С оружием В федеральных Агентствах Сколько Их Сейчас Через 13 Лет Сложно Сказать Наверное Информация Где-то Есть Но Очень Сложно Сказать То есть Теоретически 36 Федеральных Полицейских На 100 Тысяч Обычные Жителей Гражданских То есть Соотношение К обычным Местным Полицейским Как вы понимаете Совершенно Другое Ну вот Я надеюсь Это было Интересно Честно говоря Я уже Устал У меня уже Горло Засохло Это Это Раздела Разные Полицейские Агентства И Их Очень Много И у Всех Своё У всех Будет Свои Машины Свои Звания Скорее всего Звания у них У всех одинаков Потому что Стандартное Звание Своя Форма Своя Связь Своё Оружие Они Сами Выбирают И Кстати На тему Полиции В большинстве Мест Полицейский Не может Купить Свой Пистолет Но В некоторых Местах Это возможно То есть Есть список Разрешенного Оружия Все таки Канал-то у меня Оружейный И Полицейский Может За свои Деньги Если ему Не понравился По какой-то Причине Или просто Хочется Или Он что-то Там Решил Он может Купить Один Из Разрешенных Образцов На свои Деньги Пройти С ним Тест Пройти С ним Сертификацию То есть Дать Этот Тест И И Использовать Его Как Рабочее Оружие Да Это Будет Его Личный Ствол Но Он Покупает Его Как Полицейский И Ну Далеко Это Не Всюду Насколько Я знаю Я знаю Места Где Такое Есть Но Так же Знаю Как минимум Столько же Мест Где Такое Не Разрешается По Разным Причинам Вот так Вот Надеюсь Это было Интересно Просто Чтобы Ответить на Вопросы О Разных Типах Полиции В США Как Я еще раз Повторяю Есть Муниципальные Полиции Есть Шерифы Причем Шериф Обычно В большинстве Мест Это Он Избирается На выборах И Шериф Является Главным Полицейским Того Места То есть Тоже Лос-Анджелес Шериф Графства Лос-Анджелес Каунти Он По Старшинству Выше Начальника Полиции Города Лос-Анджелес Есть Полиция На уровне Штата Есть Полиция На уровне Аэропорта Или Университета Ну и После этого Соответственно Есть Разнообразные Детективные Агентства Как Вот тоже CBI GBI И так далее И так далее В некоторых Штатах Их просто Нету Но есть Федеральная Полиция На этом все Спасибо за внимание Кратце о том Из кого состоит Полиция Нью-Йорка В данном случае Здесь не только Белые Для тех Кто смотрит Новости Кому кажется Что полицейские Все белые Ну так вот В Нью-Йорке Больше половины Так называемые Minority То есть Это Азиаты И черные И так далее И так далее И так далее То есть Необычные белые люди Да Среди офицеров Больше получается У них белых Вот лейтенантов 1300 А капитанов Вообще 356 По сравнению С гораздо Более меньшим Количеством Черных Это просто значит Что не Умеют выбиться Но это не значит Что их нету Вон 419 лейтенантов Соответственно Не белые И из детективов Практически 2200 Каких-то там Minority Не знаю Из Получается Вот такое количество Вот так вот Иногда Тема мифа Что полиция В Америке Российская Больше всего Негров Извиняюсь Ненавидят Черные полицейские Потому что Те показывают Вот какие там Животные бегают В видео Я упоминал Полицейские Школьные Ну вот например Структура От 2008 2009 Года Лос-Анджелес Школьного Полицейского Отдела То есть Те кто Охраняют Или помогают Защищать Школьников Видите Вот здесь Сложная система Куча полицейских Со своими Структурами И так далее И так далее И так далее Какого-нибудь Спецназа здесь Не будет Ну это Как говорится Немножко Другая область А все остальное У них Есть Все Разработано Все эти системы Это реально Говоря Получается Отдельный Полицейский Отдел Вот Из той Самой Схемы Ну совсем вкратце О полицейских Рангах У шерифов Потому что Отличается От Обычной Полиции Депюти Депюти Фрест Класс То есть Первый класс Капрал Сержант Лейтенант Капитан Майор Поль Шериф Помощник Другими И шериф В обычных Полициях Практически Омирские Ранги Депюти Депюти